Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы люди жили с открытым оком. Вопрос 2052. Мне не раз жаловались предприниматели и директора предприятий, что к ним приходят просители из местного Барнаульского монастыря и от храмов, и даже с бумагой, в которой излагают свои прошения и требования. И в конце добавляют, что если не дашь, то проклянуй, ты сдохнешь или сгоришь, или тебя ракетиры ограбят. Такими словами не написано, но суть вот такая. Да разве можно так? Это мне вопрос задает директор, директор предприятия. Отвечаю. По житиям святых это сплошь проходит. Кто монахам что-то не дал, беда неминучая ему. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Я вот разбираюсь здесь. Сегодня посмотрел, сколько же здесь ссылок на Священное Писание у нас. Это, ну, я не знаю, сколько будет роликов, но это 54-й уже, должно быть не меньше 80-ти. 746 ссылок на Священное Писание. Даже по стиху приводите, а кое-где там целый пакет. Придут иноки на чужую землю, без разрешения селятся там. Если их изгнали, то они уже ждут беду на изгнавших их, и приписывают ее только тому, что вот это ему, за это и за меня. Это да еще только цветочки, подожди, еще будут ягодки. Омон 4 октября. Омон это не Омон, который в Мелиссе, а имя его Омон. В другое время пришли к преподобному два человека за благословением. Святой попросил их привезти ему воды на нужды, приходящих к нему, ибо один из пришедших имел верблюда, а другой осла. Взяв большой сосуд, они отправились с горы за водой. Когда они наполнили сосуд водой, то один из них, у которого был верблюд, сказал, «Сосуд велик, а гора высокая, а потому не хочу я такой тяжестью уборить своего верблюда». И оставив своего товарища, он пошел своей дорогой, не возвращаясь к святому. Оставшийся, взял воду на осла своего и с большим трудом, едва ввез ее на гору к преподобному. Увидев его святой, сказал, «Чадо, да благословит тебе Бог за труд твой. Знай же, что твой товарищ, который отказался привезти воды на нужды наши, в настоящее время находится в несчастье, ибо лишился своего верблюда». Тогда отправился человек этот вслед за своим товарищем и нашел его плащущим, так как верблюд его был съеден волками. «Венедикт, 14 марта. Мы верим житиям. Было это или не было, теперь как проверить-то?» Но это наука. Смотри. Некий, живший в той местности, пресвитер по имени Флорентий, по наущению беса возненавил святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, какое к нему все питали. Но ничего этим не достиг. Никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот несчастивец решил отравить святого, приготовив просвору со смертоносным ядом. Он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просвора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал к Келле и его близ находящегося леса, прилетал ворон и кормился здесь нарочно, приготовленной для него пищей. Преподобный Венедикт, взяв отравленную простору, присланную ему от преситера Флорентия, положил ее перед вороном и сказал, «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон, открыв свой клюв и каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного, но не может, благодаря находящемуся в просворе вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице, «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом, и так неси его в непроходную пустыню». И ворон, исполняя приказанное ему, с великим страхом, взяв клювом смертоносную ту просвору, улетел. Возвратившись через три часа, он стал питаться из рук преподобного обычной для него пищей. Не злобивый же Венедикт, видя злобу и вражду на него Флорентия, молился больше о нем, чем о себе. Да не поставит его всему Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитер нисколько не справлялся. Он задумал даже еще худшее, не имея возможности умертвить тело святого Венедикта. Он задумал своим сатанинским коварством убить души учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его. И вот Флорентий подкупил семь красивых молодых девиц и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали перед теми юными иноками. И таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны он оставлял место из-за злобы Флорентия, а с другой и юных отводил от соблазна. Призвав братья и игуменов в своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех воли Божией, а сам смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда со своими юнейшими учениками. Пресвитер же в Флорентии, узнав об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался. Но Бог отмщений Господь, мстя за раба своего, погубил того лукавого пресвитера неожиданною смертью. Макарий Калязинский, 17 марта. Основание Макария новой обители, хотя и в пустынном месте, в диком лесу, не всем, однако, было приятно. Владелец окрестных земель некто Иван Каляга с самого поселения Макария посмотрел на него неблагосклонно. А когда устроена была церковь, увеличилось братство, и Макарий стал игуменом, то нелюбовь эта превратилась в злобу и открытую вражду. Каляга боялся, что с возникновением обители так или иначе отойдут к ней его земли, и решился устранить Макария, хотя бы пришлось здесь его прибегнуть и к убийству. Но, по воле Божией, такой злой умысел не только не осуществился, но лишь послужил к пользе обители и славе преподобного Макария. Сначала постигла смерть семью Каляги. Потом и сам он впал в тяжкую болезнь. В таком несчастье он усмотрел, наконец, Божие наказания за свой тяжкий грех, за злой умысел против Макария, раскаялся и приказал нести себя к преподобному. У ног Макария он со слезами рассказал о своем замысле и просил прощения и молитву. Макарий, видя искреннее раскаяние своего врага, сказал «Бог простит тебя». И долго поучал его, говоря от тленности земных сокровищ и о мирской суете. Кроткое поучение Макария так подействовал на Калягу, что он решился сам оставить мир, постригся у преподобного Макария и все земли, а свой и отдал в пользу обители, которые с тех пор сам Макарий ради смирения стал именовать Калязина. Он усердно считал Святой Евангелие и другие божественные писания. И непрестанно поучал спасительному пути как братью, так и всех приходящих. Вопрос 2053. Если, как повествуют некоторые жития, знание Священного Писания приводит к принятию монашества, то выходит, что ни монахи Писание не знали. Не могли бы вы указать, где в Писании говорится о спасении через монашество? Ответ. Ни слова и нигде, ни строчки и ни буквочки, ни предложения, ни намека, ни прямо, ни косвенно, ни в притчах, ни в пророчествах, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, ни в посланиях апостолов, ни в деяниях апостолов, ни в Евангелиях, ни в Откровении. Монашество, монастыри есть чистейшей воды выдумка, стоящего дороже всех гонений от всех гонителей за всю историю Церкви Христовой на земле. Там умерло столько талантов, столько зарыто, что не разрыт даже верхнего слоя. Это цитадель и крепость и противление прямым словам Христа идти в мир, нести благую весь погибающим. Хорошо человеку остаться одному и сохранить девство. Это дает простор для полной отдачи при служении Христу. Это воины Божии. Они не отстают от Христа, но сохранить себя в этом может только служащий Богу в Духе Святом, во всем сверяющий свой путь с Библией. Откровение 14.4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и агнцу. А в монашестве не только девственники, но и бывшие в семейной жизни. 1 Калифтам 7.32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем. Как угодить Господу? Не замужние заботятся о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом? Из этих слов Писания нет даже намека, что нужно какие-то обеты давать, уставники, пострижения устраивать, переходы в разные щены, схемы перед смертью. Притча 30.6 Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Монашество – это сплошная прибавка, выдумка человеческая, неоснованная на Писании Бога Живого. Псалом 118.3.113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Евстратий 9 января Будучи воспитанный ими в добрых нравах, он по достижении 20-го года от рождения распалился желанием послужить Богу и, оставив родителей, бежал в горе Олимп в Афгаровскую обитель, где уже прославили своей добродетельной жизнью в иноческом образе два дяди, матери его, Григорий и Василий, из которых первый был игуменом той обители. Будучи принятыми и остригши свои волосы, Евстратий стал проходить трудное иноческое житие и был любим всеми за свое смирение и кротость. Он вовсе не заботился о мирском, ничего не имел, кроме одной власяницы и овчины, на которой спал. Он даже не имел своей кельи и особого места, которое бы мог назвать своим. Почему обыкновенно спал там, где приходилось? Да и то понемногу. Отцы говорили о нем, что во время сна он с самого дня своего пострижения не протягивался во всю длину тела, а также никогда в течение целых 75 лет своей подвижнической жизни он не ложился на левую сторону тела. Ну вот, как замечают это, Феодосий Великий, 11 января, обошедший там все святые места и помолившись у гроба Господня в храме Воскресения, он размышлял в себе, какой начать образ жизни, отшельнический или в общежительстве с другими ищущими спасения. И начали к святому приходить, ищущий душевной пользы, начали собираться к нему, желающие быть подражателями его жизни. Прожив там некоторое время, блаженный стал тяготеться отсутствием покоя. Семен Столпник, 1 сентября. И все они могли насытиться, и созерцанием святолепного лица его, и складкой глаголевой беседы его, и по уста его были исполнены благодатью Святого Духа, имея дар премудрости, всякий день напоял он сердца слушавших рекой и учения. И многие, наставляемые его учением, оставляли все земное, и как птицы возносились в горе, а одни уходя в монастыри, другие в пустыне, а иные оставались жить при нем. На столпе стоял он, как пишут люди, вполне достойной веры, 80 лет. Он вполне усовершенствовался в добродетелях. Это был земной ангел и небесный человек. Какие добродетели он мог на высоте, там, 30 с лишним метров? Не знаю. Паисий Великий, 19 июня. В те же времена и в тех же египетских пустынях просеял в подвигах постничества другой угодник Божий, преподобный Павел, по молитвам которого Господь тоже проявлял великую милость людям. Преподобный Паисий, пожелав однажды посетить его, отправился к нему и сошлись они, как два ангела Божия, и как два воина Христова, сильно поборающие невидимых врагов и друг другу в том помогающие. И были они оба, как какая-либо твердыня, непреоборимой никаким вражьим лукавством. И беседовали они друг с другом словами, исполненными Духа Святого. Вместе наслаждались и сладким плодом молчания. В старости своей они ежедневно изобретали чисто юношеские подвиги, начиная каждый раз как бы с изного подвязаться и как бы решив вести еще более совершенную жизнь. Вопрос 2054. Если в 77 книгах священного писания ничего не говорится об иночестве, то, может быть, апокрифы повествуют об этом? Ответ. Если считать все, что написано монахами о монахах, тогда Евангелие просто не нужно и заброшенная книга будет. Евангелие и монашество несовместимы изначально. А одно слово Божие живет на дело любви к Брежнему идти в мир. Марс 16-15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Иоанн 15-27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Диане 1-8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями Иерусалима и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. А другое. Любыми путями, при любом несчастье, во всем и всегда ставить цель войти в монастырь, пострижься и там закончить безвыходную жизнь. И это всюду будут трафаретно обмазывать словами иноческие подвиги, иноческие труды. Иезекииль 13-14. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и пойдет. И вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. Не то, что упакается, за то, что заблокировали столько сил в стенах монастырских, но они еще все время этими выдуманными подвигами хвалятся, выверяя их по своим рекордам и таблицам. Римлянам 11-6. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не есть, не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть, уже дело. И в этом находили неслыханное наслаждение, как у харизматов нынешних, которые бьются о стенку, вдребезги разнося ее, а следующее собрание ждут не дождутся, когда оно придет. Очень похоже все это. Римлянам 10-24. Ибо свидетельствуем, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Ксенофонд Иоанн 26 января Аркадий, спасшийся после кораблекрушения, говорит, что мне делать, я не знаю, помню, как отец мой всегда восхвалял иноческую жизнь, связанную с безмолвие, приближающую к Богу. Итак, пойду в монастырь и стану иноком. Продолжая идти, он встретил одного почтенного инока, украшенного сединами, человека святой жизни и прозоржився. Подошедший к нему, юноша припал к его ногам лобызал и говорит, моли Господа мне, святые отчи, так как я нахожусь в большом уныне и страдаю. Старец сказал ему, не скорби, чадо, брат твой, о котором ты скорбишь, так же жив, как и ты. Все другие, бывшие с вами на корабле, хранимые Богом, спаслись от гибели и пошли в монастыри ради иноческой жизни. Брат твой Иоанн уже принял им первое иноческое посвящение. Будет время, когда ты увидишь брата собственными глазами, ибо услышана твоя молитва. После чудесной встречи все разлученные уходили из монастыри. После этого ксенофон с подругой своей просили святого старца постриж их в иноческий чин. Рукою прозорживого отца были пострижены ксенофон и Мария, им же научены иноческим правилам. Старец заповедовал им, чтобы они жили не вместе, а каждый особо. Спустя немного времени они все разлучились. Мария ушла в монастырь иноществующих женщин. А Яна Аркадий, простившись с родителями, отошли со старцем в пустыню. Макарий Александрийский 19 января. А однажды преподобный Макарий Александрийский пришел к Макарию Египетскому, который находился в скиту. И вот когда они оба через реку Нил, то им нужно было переправляться на большом пароме, на котором зашли также два трибуна с большой важностью, наружным блеском, имеющим медную колесницу, коней с вызолоченными уздами и свиту из войска оруженосцев и дружинников из украшенных цепями и золотыми поясами. Когда эти трибуны заметили двух преподобных старств, одетых в ветхие одежды и стоящих в углу, они восхвалили их смиренную и бедную жизнь. И один из тысячников сказал старцам, блаженны вы пренебрегающие миром. Макарий Александрийский на это сказал, мы действительно пренебрегаем миром, а над вами смеется мир. Блаженны Макарий переводится, и два Макария стоят, он обоих назвал блаженными. Знаешь, что произнесенное тобой произнесено не по твоей воле, но пророчески, потому что мы оба называемся Макариями, то есть блаженными. Умилившись этими речами, Макария Александрийского, трибун по возвращению домой совлек в себя свои одежды и раздав все имущество бедным, и избрал отшельническую жизнь. Савва сербский, 12 января, теперь обреченный архиепископской властью, он решительнее стал пронажать дело насаждения в Сербии иноческого подвижничества, по образцам подвижничества афонского. Тогда в Сербии было много неустройств в деле веры, существовала и нечестивая елесть богомирская, были остатки язычества, много было вообще разных нестроений и пороков среди христиан. Краль Стефан первовенчанный достиг старости и нередко впадал в недуги. Он имел горящее желание принять перед смертью ангельский образ, постричься от своего брата Саввы. Но архиепископ отклонял эту просьбу, говоря, что не настало еще время. А однажды Стефан сильно заболел, а святой Савва находился в дальней отлучке. Точно же послали за ним. Савва немедленно поспешил к больному брату, но на дороге встретил его новый посланец, сообщивший, что король скончался, уже и не за чем очень спешить. В живых его нет. Но святой Савва напротив еще более ускорил свой путь, огорчаясь тем, что он не облег во время своего брата в ангельский образ и молясь Господа о сохранении брата в числе живых. И что же? Когда Савва с горячей молитвой приблизился к кадру брата, то нашел в нем признаки жизни и возрадовался святой Савва, облег Стефана в великий ангельский образ с именем Симеона и воздал ему предсмертное целование. Краль Стефан, выночистый Симеон, тихо почил на руках своего брата, святого Савва. Сверхтого, для отечества своего, он приобрел много святых мощей и церковной утвари. Прибежище и защиту он нашел у своего дяди, архиепископа Савва, который убедил его после бурной мирской жизни искать успокоения в жизни иноческой. Родослав посрижен был Савва и выночество под именем Иоанна и, подвязавшись недолгое время, скончался. С любовью и смирением он искал и принимал поучения от молчанников, подвижничество которых всеми прославлялось как совершеннейший путь ко спасению. Их знали, их прославляли. Феодосий Антиохийский 11 января Слава о подвигах преподобного Феодосия распространялась все больше и больше. И многие посетители стали выражать желание поселиться около блаженного подвижника, чтобы подражать житию его. Принимая их, святой Феодосий обратил свою пустыню в подобие небесной обители. Симон Печоро-Суздальский 10 мая Этот блаженный Симон принял образ иноческий в святом монастыре Печерском, подобно тому, украшенному святыми подвижниками, как бы звездами мысленными луной и солнцем. Поступив в монастырь, Симон с приближением читал повести о житии прежде бывших и Богу угодивших святых, многочисленных, как многочисленные звезды на небе, подвига святого Антония, просветившего всех, подобно солнцу, светом добрых дел своих, его равноангельному житию подражал преподобный. Симон заимствовал равноангельное, безмолвное житие. Минадора 10 сентября для своего местопребывания святые девы избрали один высокий пустынный холм. О том, как добродетельна была их жизнь, можно судить по самому месту их пребывания. Феодосия Пещерский, 3 мая. Спустя некоторое время блаженный Варлаам, начальник братьев пещерников, был назначен князем Изяславом и Гуменом в монастырь святого великомученика Дмитрия. Псалом 91,13 Праведник светет, как пальма, возвышается, подобно кедру на ливане. И действительно, подобно тому, как семя благодатью Божией в доброй почве приносит плод во сто крат, так и святой Феодосий увеличил число братьев пещерников. Так, когда случалось, что кто-нибудь из нестижательного его стада ослабевал духом и уходил из монастыря, тогда преподобный в великой печали и скорбью обушедшим молился со слезами Богу, чтобы он возвратил назад оттучившуюся от его стада овцу. Так он молился до тех пор, пока ушедший не возвращался. Игнатий Ростовский чудотворец 28 мая Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Иероним Стридонский 15 июня когда путники прибыли в Нитрийскую пустынь и встретил епископ Исидор с бесчисленными толпами монахов. Для жительства паломников, решивших остаться на Феррифлиеме, Павлой предпринята была постройка монастырей, женского и мужского. В последнем настоятелем был блаженный Иероним. Павлой затем построено было еще два женских монастыря. Стройка продолжалась около трех лет. Все это время Павла с девственницами и блаженный Иероним с монахами прожили в малоудобных помещениях. Сам блаженный Иероним жил в пещере, находившейся по соседству с пещеры Рождества Христова. Иларион Новый 6 июня Его честная и святая душа, так же, как и виденная им душа Федора, была отнеселана небо ангелами. И в лике святых исповедников предстоит ныне перед престолом слава Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице, Которому высылается слава вовеки. Аминь. Слава Христу!